Всем привет! С вами Юлия Ильянова. Сегодня мы с вами поговорим о спиртах или об алкоголе в косметике. Какого алкоголя в составе лучше избегать, а какой совершенно безопасен. У меня нет желания усложнять себе и вам жизнь супер-мега-объяснениями о составах, но просто есть несколько названий, которые лучше запомнить и их избегать, если они находятся в начале списка в составе вашего крема, например. И то, чего мы точно хотим избежать в уходовой косметике, это простые спирты, которые находятся в первой пятерке в составе средства. Название алкоголь, SD-алкоголь, алкоголь-денатурат, этанол и изопропил. Все эти названия я продублирую под видео и оставлю ссылочку на интересную статью на эту тему. Эти простые спирты так опасны, почему же их все-таки добавляют в косметику? Они делают текстуру крема или другого какого-то средства более легкой такой, весомой. И при этом они помогают проникать разным питательным веществам глубже в кожу. Но они делают это за счет того, что разрушается верхний защитный слой кожи, ваш липидный барьер. И здесь есть прикольная аналогия с дверью. Вы хотите зайти к себе домой, но вместо того, чтобы использовать ключ, просто берете бензопилу и прорубаете себе проход. Вот примерно так работает простой спирт в косметике. Судя по данным исследований, это один из самых таких раздражающих компонентов. Простой алкоголь может не только раздражать кожу, вызывать дерматиты, но и также ее высушивать. И вот при жирной коже и воспалениях люди, и даже некоторые косметологи по странному стечению обстоятельств уповают на спирты. В результате очень часто человек имеет жирную обезвоженную кожу. Если с кожи постоянно снимать ее защитный жирный слой, то это сигнал для кожи вырабатывать жира еще больше. Кожа будет еще более жирной, она будет действовать как сухая кожа в попытках восстановить свой баланс. Вот кто бы мне рассказал, это в моем подростковом возрасте. Поэтому если у вас проще жирная кожа, обязательно посмотрите составы своих средств. Если вы видите там простой алкоголь где-то в первой пятерке списка, то лучше такое средство выбросить. Жирная кожа вообще это залог того, что вы гораздо дольше будете выглядеть моложе. Вообще, чем жирнее кожа, тем позже на ней появляются морщины и прочие признаки старения. У многих возникает идея простых спиртов в косметике вообще избегать, сразу выкинуть вообще все, что имеет в составе алкоголь, СД-алкоголь, этанол, изопропил-алкоголь, алкоголь-денатурат, но на самом деле, если они где-то внизу списка, то это не так страшно. Подтверждений того, что такие продукты наносят какой-то серьезный ущерб коже, просто нет. Если у вас кожа чувствительная, то смотрите, если есть в составе парфюм, то вот это тоже может быть раздражителем. Если кожа не чувствительная и ваше средство вам подходит и нравится, то проблем нет никаких. Итак, о страшилках поговорили, а теперь добрые жирные спирты. Их добывают из растений, из масел и действуют они как масла. Если вы видите в составе цитил, ситиарил, стиарил-алкоголь, это совершенно безопасные спирты. Каждое средство, которое ко мне попадает, я на состав не проверяю, есть просто бренды, которыми я доверяю, я читаю отзывы. Я читаю отзывы не только блогеров, но также производителей косметики и блогеров с научным уклоном. Поэтому чаще всего за составы беспокоиться не приходится. Иногда бывают исключения, например, вот этот тонер Эписе, который и послужил причиной этого видео. Этот тонер сразу пахнет спиртом, пахнет алкоголем. Если к вам попадает вот такая вот штука, первое, что я делаю, я сразу иду в состав, здесь вода и на втором месте СД-алкоголь 40. И то, что следует, идет алоэ, какие-то экстракты киви, это все уже не считается и не работает, если эта штука разрушает ваш верхний защитный слой. И в первые моменты вам может казаться, что средство действительно работает, потому что оно подсушивает воспаление. И вот по первым ощущениям даже стало лучше. На самом деле это фикции, особенно если вы в подростковом возрасте, я вас умоляю, выбрасывайте всю вот эту вот косметику. Часто даже бывают всякие аптечные тоники, аптечная салициловая кислота и всякие болтушки, это все лучше выбросить. Также настойки на спирту. Когда берут какие-нибудь травки, настаивают их на спирту, а потом добавляют в воду и протирают этим лицо. Это все очень и очень вредно. Я недавно смотрела видео, ссылку оставляла в своем телеграм-канале, и там косметолог говорит о том, что то, как вы выглядите со временем, только на 10% зависит от ваших генов. То есть 90% того, как вы будете выглядеть через 5, 10, 15, 20 лет, зависит от того, как вы ухаживаете за кожей. И спирт это один из тех ингредиентов, которые вы можете исключить из своего ухода. Я именно имею в виду простые спирты. И это в длительной перспективе скажется на вашей коже только положительно. Как видите, тут все очень просто, и на самом деле простые спирты сейчас все реже и реже встречаются в косметике, именно где-то на первых позициях. Но при покупке какого-то нового средства лучше все-таки посмотреть его составчик или заглянуть в бьютипедию, где это всегда подробно описано. Бьютипедия это проект Polos Choice, и вот на сайте poloschoice.com можно найти обзоры на очень-очень многие продукты. Это все на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Надеюсь, что с темой спиртов мы разобрались. Как видите, все было довольно-таки просто, и мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok